Здравствуйте! Сегодня мы расскажем об одном, наверное, из самых грандиозных и глубоких альбомов в истории электронной музыки. И это не просто так пафосные слова. Альбом Эдуарда Артемьева, Solaris, Зеркало, Stalker, посвященный кинорежиссеру Андрею Тарковскому, действительно является таковым. Отметим хотя бы тот факт, что при создании альбома были использованы два самых грандиозных синтезатора нашей эпохи. Это синтезатор Sintia 100 и фотоэлектронный советский синтезатор ANS. О них мы рассказывали в предыдущих выпусках. Данная пластинка, данное издание, выпущено в Греции, как видно из шрифта своеобразного. А сама запись является точным переизданием оригинала, который вышел в Голландии. Запись была также проведена в студии в Голландии звукорежиссером по имени Микель Лерой. И еще два трека были записаны самим Эдуардом Артемьевым в его домашней студии. Итак, альбом, а я склонен считать эту запись именно альбомом, является содержание его, это собственно не музыка к фильмам Андрея Тарковского, а это новая перезапись, новое переосмысление, то есть композиции, которые были созданы уже в конце 80-х годов и записаны. И это как бы музыка скорее по мотивам фильмов Андрея Тарковского. Эдуард Артемьев и Андрей Тарковский работали вместе над тремя картинами. Это «Солярис» 1972 года, «Зеркало» 1974 года и «Сталкер» 1979 года. Кроме названных синтезаторов «Анс» и «Синти-100», в этом альбоме также используются натуральные акустические звуки, синтезированные эффекты, симфонический оркестр и хор. Открывается альбом парафразом, новым переосмыслением главной темы из фильма «Сталкер», заканчивается альбом достаточно продолжительной композицией, которая посвящается памяти Андрея Тарковского. Если говорить о таких своеобразных композициях, в которых задействованы звуковые эффекты, которые создают звуковую атмосферу, то самой яркой, пожалуй, является композиция «Поезд», которая посвящена знаменитому эпизоду из фильма «Сталкер». Композиция вся построена на звуках проезжающего поезда, который методом модуляции на синтезаторе постепенно переходит из натуральных звуков в совершенно фантастические, в некие звуки из другого измерения. Вообще, надо сказать, что когда Андрей Тарковский пригласил Эдуарда Артемьева работать над фильмом «Солярис», он поставил, так сказать, условием, что, собственно, музыки в его фильмах быть не должно. Эдуард Артемьев должен был организовывать звуковое пространство фильма. И надо сказать, что вообще работа Артемьева над фильмами Тарковского вместе с Тарковским является своего рода композиторским подвигом, ибо как творческая личность Эдуард Артемьев просто полностью растворял себя в замыслах Тарковского. Например, во втором фильме «Зеркало» Эдуард Артемьев в основном как раз занимался тем, что создавал звуковое пространство этого уникального магического фильма. Как таковой музыки оригинальной там практически нет. Как я уже сказал, большинство, практически все композиции являются перезаписанными заново. Здесь, кстати, также используются цифровые синтезаторы, так как в конце 80-х годов Эдуард Артемьев в своей обычной московской квартире, в комнате, которая, насколько я помню, была площадью около 10 квадратных метров, у него уже была своя продвинутая студия, и он был владельцем таких синтезаторов, как Yamaha DX7, звуковой модуль Korg M1 Rex, и даже сэмплер, очень дорогой и редкий по тем временам, эмулятор 2-й серии. А также в композициях используются акустические инструменты, и здесь самым ярким примером является та же композиция из фильма «Сталкер», которая здесь названа «Медитация». И, насколько я понимаю, это как раз композиция, которая вошла в данную пластинку, в данный альбом, практически в таком же виде, как она звучит в фильме. Если же рассказать, остановиться на этой композиции подробнее, то стоит отметить, собственно говоря, какая стояла перед композитором задача. Андрей Тарковский хотел соединить в ней западную и восточную культуры, и причем он настаивал на том, что, как вспомнилось, виниловое издание данного альбома представлено на двух пластинках. Вот греческое издание, конверт альбома отличается от голландского оригинала, на развороте представлены кадры из картины «Солярис» и «Зеркало» и «Сталкер», а также статья, но тут все написано на греческом языке. Завершается альбом продолжительной композиции, которую Артемьев написал в декабре 1986 года, сразу после того, как узнал о смерти Андрея Тарковского. Эдуард Артемьев заперся в своей домашней студии и в течение двух недель создавал эту композицию при помощи электронных музыкальных средств. Композиция тональная, такая по звучанию несколько, я бы сказал, народная и языческая даже. В ней также использована тема, которую Артемьев в свое время написал для фильма «Солярис», для первого фильма, над которым оба художника работали вместе. В 1999 году сын Эдуарда Артемьева, Артемий Артемьев, на своем лейбле, который называется «ElectroShock Records», выпустил данный альбом в формате CD. Так он стал гораздо более известен и получил просто глобально по всему миру восторженные, очень положительные отклики от самых известных музыкальных изданий. Итак, подводя итог, я могу только повторить, что в истории электронной музыки данное произведение, данный альбом, а это именно альбом, а не сборник музыки из определенных фильмов, является одним из самых глубоких и грандиозных и по замыслу, и по воплощению. Потому что если говорить о замысли, то фильм «Солярис» создавался в 1972 году. И вот вплоть до конца 80-х годов, то есть практически около 20 лет, больше 15 лет точно, можно сказать, что зарождался этот альбом, переосмыслялся, записывался заново, и мы имеем вот такой совершенно исторический, грандиозный результат. В общем, для всех любителей не просто электронной музыки, а такой научно-фантастической электронной музыки. Вообще, если говорить о природе электронной музыки, то, конечно, она определяется не тем, на чем, собственно, она создается. Потому что тогда бы нам пришлось всю современную музыку любых жанров записать в электронную, потому что создается она, как правило, на синтезаторах и компьютерах. Нет, электронная музыка несет в себе, прежде всего, эстетику. Она может создана быть такими простыми средствами, как, например, термин «вокс» и «рояль». О таком альбоме я рассказывал в первом выпуске нашего видео, нашей этой серии. Но при этом музыка будет оставаться электронной, потому что она должна нести в себе некий такой фантастический оттенок. То есть это музыка, которая направлена в космос, в открытие, или в себя, в глубь человека. Электронная музыка, она медитативная, она особенная, она требует внимательного прослушивания, она очень детальная. Ну, в общем, очень достойный и, безусловно, самый знаковый жанр в истории музыки XX века. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!